по оружию вас прям громадный такой выбор а по арбалетам но еще маленький как быть вот если выбор небольшими что что как быть вы можете купить какие-то привести дома то человек приходит хочу вот такой но с фиолетовыми пуговицами соответственно мы обсуждаем да что в итоге хочет человек крутимся вокруг какой-то модели мы под него закупаем запчасти у производителей скажем у таких как у вас плюс наши технологии запчасть приводим соответствие испытываем собираем для него арбалет нужных характеристик в определенном статусе вот мы его сертифицируем он легально потом покупает у нас в магазине пожалуйста становится охотником легальным с луком с арбалетом а по цене можешь как сориентировать то что ружья у нас за 20 луки сейчас в цене от 80 тысяч рублей скажем до 250 арбалет лук у нас от 70 и до 250 тысяч рублей то есть это не знает что за 70 тысяч лук арбалет он какой-то плохой просто скажем но он либо сделан из более простых материалов вот конструктивно где-то может быть проще но при этом он стабильно в разных ценовых категориях выпускает стрелу хорошо настраивается вот мы гарантии даем понятно что какой-то там клуб который я простенький нет смысла просто ружье всего лишь инструмент вот допустим взять лишь 18 ну скажем так если комиссионный какой-то там за 10000 рублей взять какой-нибудь там ну не знаю бенели вот там результат с которым они выпускают пулю примерно одинаковый и точность будет примерно одинаково но бенели сделано высокотехнологично есть какая-то модность есть эргономика удобства и прикладка и человек когда уже выбирает сам для себя то есть готов вам потратить за деньги за какие-то удобства престиж и так дальше но результат будет все равно как бы один и тот же умелых руках их 18 бенели это одно и то же но по крайней мере так вот для меня вот поэтому тут по сути на любой кошелек можно предложить и лук и арбалет вопросов нет и вход в охоту с луком с арбалетом это совсем недорого но я меду по затратам на охотничий билет и на руху на оружие нужно немножко времени пожалуйста то что касается луков арбалетов характеристик скажем стрелкового метательного оружия на руках то есть на сегодня это незаконно такие луки арбалеты но наверняка где-то остались законом изначально хотели предусмотреть амнистию который в течение трех месяцев давала возможность людям все это легализовать но в очередных слушаниях когда законный проект принимался эта процедура не прошла поэтому оставила за бортом скажем вот какую-то массу основных владельцев этого оружия и они еще стали вне закона вот путь единственный у них это все разобрать сделать из этого запчасти и собрать и собрать выйди иззади нормально да